МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Головные боли, головокружение, ухудшение памяти, панические атаки. Самые частые симптомы, с которыми обращаются к специалисту-неврологу в нашей республике. Поговорим сегодня об этом в нашем эфире. Это программа «Здоровье». Я Леана Порчуева. Здравствуйте. И сегодня на наши вопросы отвечает гость студии Абиева Амалия Раидиновна, кандидат медицинских наук, врач высшей категории, невролог отделения вертеброневрологии и последствий черепно-мозговых травм Республиканской клинической больницы имени Вишневского. Здравствуйте. Спасибо, что согласились ответить на наши вопросы. Давайте начнем наше осуждение, наверное, с одного из самых частых симптомов. Это головные боли. Очень часто встречаются люди, которые говорят, лишний шум, устал на работе, просто переутомился. И всегда это, практически всегда, сопровождается головными болями. Действительно ли это такой распространенный симптом? И действительно ли причина головной боли в том самом шуме излишнем, в той самой переутомляемости? Или все-таки есть другие, более глубокие причины? Головная боль является наиболее частым симптомом в практике невролога. У кого из нас не болела голова? Наверное, у каждого человека хотя бы раз в жизни беспокоила головная боль. Причин головной боли очень много. Самой частой причиной является мигрень. Она занимает второе место по частоте. И на первом месте головные боли напряжения. Я бы сегодня хотела сделать акцент именно на мигрене. Почему? Потому что мигрень влияет на качество жизни. То есть не всякая головная боль считается мигренью? Конечно, конечно. Больше 300 видов причин головной боли. И мигрень занимает второе место. Мигрень входит в тройку лидеров среди причин нетрудоспособности взрослого населения. То есть у женщин и мужчин до 50 лет. Мигрень, она встречается в среднем у 20% людей. Мы должны знать признаки мигрени. Как отличить ее от других видов. Я перечислю сейчас 4 симптома, характерных для мигрени. Это односторонняя локализация. То есть болит половина головы. Либо правая, либо левая, либо обе половины. Но при этом какая-то часть сильнее. Это головная боль имеет пульсирующий характер. Головная боль интенсивная. То есть она выраженная. И четвертый симптом, характерный для мигрени. Это усиление головной боли от обычной физической нагрузки. То есть подъем по лестнице, ходьба, повороты головы усиливают головную боль. Что еще характерно? Подъем по лестнице иногда может сопровождаться такой пульсирующей болью. Это можно отнести к мигрени? Если есть еще симптомы, которые я перечислю, то да. То есть чтобы поставить диагноз мигрени, должны быть два симптома из вышеперечисленных. И еще дополнительно должны быть светобоязнь или звукобоязнь и тошнота или рвота. То есть пациент с мигренью, он лежит во время приступа в темной, тихой комнате. Мигрень устанавливается на основании жалоб, осмотра, опроса пациента. То есть не нужны никакие дополнительные обследования, ни МРТ, ни КТ головного мозга, никакие анализы. Когда нужно делать дополнительные исследования, когда нужно проводить МРТ головного мозга. Если есть такие симптомы, как боль, она громоподобная, то есть она резкая, очень сильная, выраженная. Если головная боль сопровождается дополнительными симптомами, например, повышение температуры, появление сыпи, либо нарушается зрение во время головной боли, или появляется онемение, или слабость в конечностях. Это повод обратиться к специалисту, да? Любой повод, да. Любая головная боль – это повод обратиться к специалисту, потому что прежде чем лечить, мы должны поставить диагноз. То есть мигрень – это все-таки такая более ноющая боль, правильно понимаю? Не острая? Она не острая, да. Она может быть сильной, от средней до значительной. Есть специальная шкала головной боли, шкала боли от 0 до 10. 0 – это боль отсутствует, 10 – это максимально сильная боль. То есть для мигрени чаще характерна боль от 5 до 10 баллов. А если это острая головная боль, как вы сказали, с чем это может быть связано чаще всего? Острая, в первую очередь, мы должны исключать инсульт, кровоизлияние в мозг. Если острая головная боль, может быть и при травмах чаще всего. То есть причин много. Но если мы говорим о мигрени, то она такая монотонная, она не бывает резкой. То есть если она резкая, это уже повод проводить исследования пациента. Частые головные боли, но не именно мигрень, а просто вот часто человек жалуется на головную боль. С чем это в основном может быть связано? Головные боли, напряжение. Бывают такие головные боли, когда человек выполняет свою работу, голова ноет. Это может быть связано с недосыпом, с эмоциональным перенапряжением. Это так называемые головные боли, напряжение. Самая частая причина головной боли. Как можно снять такую симптоматику? Можно ли ее самостоятельно снять, если вот именно головная боль из-за перенапряжения, на работе переутомился? Очень часто пациенты это делают самостоятельно. Есть много препаратов, доступных в аптеках. Они принимают обезболивающие препараты, боль проходит, и пациенты живут дальше своей жизнью. То есть это не повод бить с тревогу, обращаться к врачу, вот такая боль? Если болит раз в полгода, раз в год, то нет. Потому что головная боль, такая головная боль носит допрокаченный характер. И, в принципе, головная боль, она встречается практически у всех. Но если она часто, если она меняет характер, то, конечно, нужно обращаться к врачам. Кстати, бесконтрольный прием обезболивающих препаратов тоже, в свою очередь, приводит к головной боли. Это так называемая лекарственно индуцированная головная боль. Вот, то есть причина в лекарствах. То есть это как зависимость? Чем больше пьешь обезболивающих, тем больше может болеть голова? Да. Вот тем сильнее может болеть, тем чаще и интенсивнее может болеть голова. Вот как вы сказали, да, острая головная боль может свидетельствовать об инсульте. Ну, то есть это связано и с какой-то сосудистой системой, да? Да, сосудистой патологией. И, наверное, головные боли могут сопровождаться также еще головокружением, если говорить о сосудистой системе. Как это взаимосвязано? Насколько часто у людей, которые жалуются на головные боли, наблюдается и головокружение, или наоборот, индивидуальное головокружение? С чем это часто связано? Если мы говорим о сочетании головной боли и головокружения, в амбулаторной практике чаще всего это вестибулярная мигрень. То есть это головная боль, которая, мигренозная головная боль, и еще дополнительно обеспокоит головокружение. Что еще может быть причиной головной боли и головокружения? Тот же инсульт, если это возникает остро, опухоли головного мозга тоже могут давать такую симптоматику, рассеянный склероз. Какому возрасту больше присущи симптомы головокружения головной боли? Привязано ли это к возрасту? Наблюдается ли чаще у молодежи, например, или у более старшего поколения? Либо эти симптомы не имеют возраста, и с такими симптомами могут сталкиваться как молодежь, как дети, так и люди взрослого поколения? Да, конечно. Головная боль бывает и у детей, и в пожилом возрасте. Кстати, у детей встречается такой вид мигрени, называется абдоминальная мигрень. Для нее характерно отсутствие головной боли. При этом заболевание беспокоит боли в животе, тошнота, рвота, может быть, диарея. К какому специалисту идут при таких симптомах? К терапевту, к педиатру или к гастроэнтерологу. Сдаются анализы, ребенок обследован, никаких других изменений не находят. То есть эти специалисты должны иметь в виду, что есть и такой диагноз абдоминальная мигрень, и она лечится другими препаратами неврологическими. Из личного опыта ребенок что-то поел и жалуется на головокружение. Может быть, это как-то связано между собой? Или просто ребенок сам себе внушает это? Может быть, связано, но это, в первую очередь, нужно исключать патологию терапевтическую, то есть это патологию органов желудочно-кишечного тракта, и только потом уже думать о неврологической патологии. Если говорить конкретно о головокружении, о чем может свидетельствовать этот симптом? О чем стоит беспокоиться пациенту с частым головокружением? К какому специалисту обратиться? Всегда ли к неврологу? Нет, далеко не всегда. Если головокружение постоянное, причина может быть банальна. Надо сдать общий анализ крови. Причина головной боли, то есть головокружение, может быть анемия. Недостаток гемоглобина – это дефицит железа, дефицит витамина В12, либо это кровопотеря, тоже может в результате привести к головокружению. Причиной головокружения может быть и психогенное. Психогенное головокружение, оно возникает на фоне эмоциональных пренапряжений, при стрессах, при тревожных расстройствах. Головокружение может быть и от лекарств тоже. То есть пациент принимает какие-то препараты, у него кружится голова, он ищет причин, на самом деле проблема в лекарствах. То есть очень частый симптом, когда человек резко встал, у него закружилась голова, это, скорее всего, просто пониженный гемоглобин, и ему достаточно принять витамины, да? Надо сдать общий анализ крови, да, и провести дополнительное обследование. Еще может быть причиной головокружения – это ДППГ, то есть головокружение, которое возникает при смене положения тела. Вот вы сказали, человек встал, изменение положения тела, изменение положения головы в пространстве тоже может вызвать головокружение. Это может быть в рамках доброкачественного пароксизмального позиционного головокружения. Вот этот… Что это значит? ДППГ, да, это сложное название. ДППГ, коротко его называют. Это головокружение, которое возникает в результате смещения каталитов, такие маленькие камушки на утреннем ухе, во внутреннем ухе. Их смещение приводит к таким симптомам. То есть организм воспринимает движение этих камушков как ощущение, воспринимает, как будто бы человек двигается в пространстве. На самом деле движения нет. Опасно ли такое головокружение? Нет, поэтому называется доброкачественным. Лечится без препаратов. Врач проводит специальные маневры, то есть совершает последовательность движений пациента, чтобы оккупировать этот приступы головокружения. Причиной головокружения также может быть и травмы головы, как мы говорили, да, последствия травм. Ну, самые частые мы перечислили. Это психогенное головокружение, ДППГ, это прокачественное позиционное максимальное головокружение, анемия, прием лекарств, и еще есть вестибулярный мигрень, тоже может быть причиной головокружения. Вы сказали о травмах головы, да, если говорить именно о травмах, там человек упал, ударился головой, там что-то произошло, но он не обратился к специалисту, потому что вот изначально симптомов ярко выраженных не было, а позже уже начались головные боли, головокружение. Говорит ли это о том, что пациенту надо обратиться к врачу, если изначально у него таких ярко выраженных симптомов не было, и о чем это может свидетельствовать? Конечно, обязательно нужно обратиться к неврологу. Может быть так, что есть понятие светлый промежуток, то есть симптомы могут появиться не сразу, а в дальнейшем может возникнуть кровоизлияние, и это смертельно опасное состояние. Поэтому при травмах головы обязательно нужно обратиться к врачу. С какими черепно-мозговыми травмами к вам чаще обращаются? И как часто пациенты обращаются вовремя? К нам обращаются пациенты с последствиями черепно-мозговых травм. То есть острые травмы – это работа нейрохирургов. Последствиями черепно-мозговых травм занимаются неврологи. Последствия могут быть какие? Те же самые посттравматические головные боли, головокружение, ухудшение памяти, нарушение движения, чувствительности, нарушение зрения. То есть их очень много, симптомов и последствия черепно-мозговых травм. Очень часто люди не связывают какие-то боли в спине с болями в голове, головными болями и головокружением. Связаны ли они, если да, то как? Боль в спине, она не имеет связи ни с головными болями, ни с головокружением. Боли в спине чаще возникают из-за нашего сидячего образа жизни, из-за лишнего веса, из-за подъема тяжестей. То есть тяжелая физическая нагрузка тоже может приводить к болям в спине. Кондиционеры, то есть при охлаждении, особенно сейчас, летом, тоже часто обращаются пациенты с болью в спине, с острой болью в спине. Но вот тот же остеохондроз, он не может вызывать головокружение, головных болей? Нет, головокружение никак не влияет. Раньше считалось, что остеохондроз является причиной головокружения, головных болей. Нет, это не так. Остеохондроз – это рентгенологический диагноз. Остеохондроз возникает у всех людей, это возрастные изменения. Так что пациент может иметь остеохондроз, но при этом его не беспокоят ни головные боли, ни головокружение. А если в запущенной стадии? Есть понятие грыжа. Если есть межпозвонковая грыжа, она давит на нервный корешок или на спинной мозг, конечно, тогда уже будет симптоматика. И боли, и онемение, и нарушение функций тазовых органов, и слабость в конечности. Если говорить о детском хондрозе, потому что встречается и такое, да, вот вы сказали, что это более возрастное заболевание, тогда почему оно в последнее время так часто встречается именно у детей? С чем это связано? Также с сидячим образом жизни, может быть, с экологией? Да. Раньше, как мы проводили время в детстве, мы занимались активными детскими играми. Сейчас в основном дети сидят в гаджетах, сидячий образ жизни, согласно с вами. Это является причиной боли. Поэтому нужно ограничивать детей в применении гаджета, в использовании. Больше двигаются, играют. То есть если диагноз хондроз ребенку поставили, если его там записать на какую-то спортивную секцию, можно ли будет полностью избавиться от симптоматики и вообще от такого заболевания, как остеохондроз? Заболевание ли это? Или это все-таки симптомы, которые лечатся? У детей тоже не ставится такой диагноз, остеохондроз. Может быть, поставили диагноз неспецифическая боль в спине. И да, это прекрасно лечится лечебной гимнастикой, плаванием и у взрослых, и у детей. Если есть лишний вес, снижение веса обязательно. И ходьба. Просто ходьба тоже полезна для позвоночника. Я знаю, что к вам часто обращаются пациенты с жалобами на панические атаки. Да. Я не представляю, что это такое на самом деле, потому что среди моих знакомых людей с паническими атаками нет. Но если вдруг человеку при мне станет плохо, как мне понять, что это паническая атака? Как мне ему помочь? Как человеку самому разобраться, что с ним происходит в такой момент? Очень часто стали обращаться пациенты с паническими атаками, особенно после ковида. Чаще обращаются женщины. Может быть, это связано с тем, что мужчины просто не доходят до врачей. Чем характеризуется паническая атака? Это приступ, острейший приступ страха, приступ паники. Человек в это время боится, что он потеряет контроль над своим телом. Возникает чувство страха смерти. Это все сопровождается учащенным сердцебиением, чувством нехватки воздуха, потливостью. То в жар бросает, то в холод бросает. И такой приступ длится где-то в течение 10 минут. И он проходит самостоятельно. Саму паническую атаку лекарствами не лечат сам приступ. Наша задача заключается в том, чтобы этих приступов не было вообще. Вы спросили, как помочь такому пациенту. Если вы видите, что у человека возникла паническая атака, самое главное, нужно его отвлечь, постараться отвлечь. Открыть окно, чтобы был свежий воздух, дать ему стакан воды, поговорить с ним спокойно, тоном. То есть его надо отвлечь. Что делает сам пациент? Он может, допустим, включить музыку, сделать массаж мочек ушей, сжимать, разжимать кулаки. Тоже это помогает отвлечься от панической атаки. Перебирать счеты четки. То есть максимально нужно попытаться отвлечься. Вы сказали, что главное отвлечься при панической атаке. Но как пациенту понять, что с ним происходит? Потому что, как известно, паническая атака – это просто неконтролируемый страх, который взялся ниоткуда. Вот эти симптомы, как он приближается, как понять, что это именно паническая атака, а не обоснованный какой-то страх? Первое. Самое страшное – паническая атака первая. То есть человек боится, что он сейчас умрет. На самом деле, потом, когда эти приступы повторяются, пациент уже легче их приносит, потому что понимает, что это не смертельно и опасно. То есть предпосылки какие-то есть к этому страху смерти? Может быть, резко может начаться, может возникнуть на фоне эмоционального перенапряжения, на фоне стресса, каких-то больших изменений в жизни и не всегда отрицательных. Даже положительные эмоции тоже могут вызывать панические атаки. Это сопровождается какими-то симптомами? Головокружением, может быть, учащенным сердцебиением? Откуда-то же берется этот страх, что я сейчас умру? Да, конечно. И может быть, головокружение тоже. Прежде чем ставить диагноз паническое расстройство, это совокупность панических атак, мы, конечно, должны исключить и другие заболевания. Такие же схожие приступы может давать опухоль надпочечника. То есть заболевания надпочечника, заболевания поджелудочной железы, проблемы с щитовидной железой. Я могу давать такую симптоматику. То есть мы исключаем другие патологии и проводим лечение панического расстройства. Как я говорила, сами панические атаки не лечатся таблетками, паническое расстройство лечится, то есть наша задача уменьшить частоту приступов и свести их к нулю. Для этого проводится психотерапия, то есть пациент работает с психологом и также назначаются препараты успокоительные, антидепрессанты. Вот об успокоительных я и хотела поговорить. Назначение антидепрессантов, успокоительных препаратов, они не помогут избавиться, потому что если человек стал как-то меньше нервничать, успокоился, соответственно, и эти панические атаки, они должны сойти на нет. Или это так не работает? Конечно, так и работает. Антидепрессанты, они очень эффективны при панических атаках. Но не все пациенты хотят их принимать. Пациенты боятся, что может быть зависимость от антидепрессантов. Хотя на самом деле антидепрессанты за зависимость не вызывают. Например, вот препарат Залофт, Сертралин, Эсеталопрам, который относится к антидепрессантам, никто о них не слышал. Зато все прекрасно знают препарат Феназепам, препарат Лирика. Это хорошие препараты, но они вызывают зависимость. И их нужно принимать строго под контролем врача. Хотелось бы обратиться к нашим телезрителям с напоминанием о том, что все указанные препараты не носят рекомендательный характер. Это просто перечень препаратов, которые используются в практике. И прежде чем их принимать, необходимо обратиться к специалисту и выбрать тот препарат, который подойдет именно вам. Потому что само лечение никогда к добру не приводит, да? Конечно. Ни один препарат не должен назначаться самим пациентом. Сейчас мы прервемся на небольшую рекламу, а позже вернемся в студию и продолжим обсуждение нашей темы. Итак, это программа «Здоровье». Сегодня мы обсуждаем головную боль, головокружение и другие неврологические заболевания, с которыми обращаются дагестанцы к врачам. И на наши вопросы сегодня отвечает специалист Республиканской клинической больницы имени Вишневского Абива Амалия Рейдиновна. Еще какие есть механизмы самостоятельного преодоления панических атак? Человек, например, ну, у нас понятно, да, что у нас не принято обращаться к неврологам, к психологам, жаловаться на стресс, на депрессию. Это считается чем-то таким несерьезным, ну, типа, да, ей скучно, ей там делать нечего, и вот она придумала себе депрессию. По каким-то причинам человек не может обратиться к специалистам, да? Самостоятельно есть возможность преодолеть вот эту неврозность, вот эти панические атаки? Конечно, самостоятельно можно попробовать, то есть и сами панические атаки. Что мы еще можем делать во время приступа? Глубоко вдыхать, считаем до четырех, Далее мы задерживаем дыхание, тоже считаем до четырех, и выдыхаем, тоже подсчитывая до цифры четыре. Это дыхание метод квадрата, да, я знаю? Вдыхаешь глубоко, задерживаешь дыхание и выдыхаешь. Это действительно работает? Да, помогает. Если говорить о длительном стрессе, о длительных таких напряженных ситуациях, Насколько они вредны для человека и насколько действительно существенный вред для здоровья, для организма они несут? Не только для морального, а для психического состояния, да, но и в целом для состояния организма. Конечно, это влияет и на память, и на качество жизни пациента, и на общее самочувствие, на работоспособность. Естественно, если у пациента есть такие симптомы, обязательно нужно обратиться к психологу или попросить родственников, чтобы они вместе обратились к специалисту, к неврологу, к психиатру. Не нужно стесняться обращаться к психиатру, потому что это такой же врач. Психиатр занимается не только шоссофренией, но и тревожными расстройствами, и паническими атаками, когда психиатр занимается, и, в общем, депрессией. Можно ли сказать, что сейчас, в последнее время, да, вот когда такая немножко суетная жизнь у нас, что сейчас людей со стрессом стало больше? Или, наоборот, их становится меньше? Нет, их становится больше, люди перестают стесняться об этом говорить, люди обращаются к специалистам, что очень важно. Вы сказали также об ухудшении памяти. О чем свидетельствует ухудшение памяти? И вот если, например, в той же школе один ребенок прочитал, запомнил, вышел в доске, ответил на отлично, второй ребенок учит, 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 не может запомнить. О чем это свидетельствует? Если обращаются молодые люди с ухудшением памяти, мы, конечно, в первую очередь должны исключить, нормализовать, узнать его режим дня. Может, ребенок не досыпает, или молодой человек, может быть, у него стрессовая ситуация, это также все влияет на память. Также мы должны исключить патологию щитовидной железы. Есть такое заболевание, как гипотиреоз, он влияет и на память в том числе. Анемия, железо-дефицитная, B12-дефицитная, также могут вызывать ухудшение памяти. Если мы говорим о взрослых, пожилых людях, тут, конечно, мы должны еще исключить и деменцию, сосудистая деменция, болезнь Альцгеймера, травмы могут тоже приводить к ухудшению памяти. То есть неврологических заболеваний очень много с такими симптомами. Мы знаем, что деменция, болезнь Альцгеймера, они не лечатся, к сожалению, сейчас, полностью их излечить невозможно. Есть ли возможность свести к минимуму симптоматику и остановить заболевание на начальной стадии, если диагноз уже поставили? Или есть ли эффективные методы профилактики, чтобы этих болезней никогда не было в твоей жизни? Да, болезнь Альцгеймера – это хроническое прогрессирующее заболевание. Мы можем повлиять на прогрессирование симптомов, но, к сожалению, остановить мы не можем. Пока у нас нет таких возможностей. Назначаются препараты, их немного, зарегистрированных в нашей стране. Назначаются еще и капельницы, сосудистые капельницы, они неэффективны, к сожалению, не влияют никак на болезни Альцгеймера. То есть в основном в таблетированной форме, 4 препарата зарегистрированы в нашей стране, которые используются при этой болезни. Профилактики. Какая может быть профилактика? Болезнь Альцгеймера чаще развивается в странах неразвитых, так скажем. То есть образование влияет на развитие деменции, наличие тревожных расстройств, травмы головы тоже могут способствовать развитию деменции. И что сделать, чтобы память была, при ухудшении памяти, что мы рекомендуем? Читать побольше литературы, заочивание стихов. Пожилым людям мы рекомендуем вместе с внуками учить стихи, решать кроссворды, сканворды, судоку. То есть такие... То есть заставлять свой мозг работать. Да, правильно вы говорите. Заставлять свой мозг работать. Это эффективная профилактика или это эффективно в том случае, когда диагноз уже поставлен? Нет, когда диагноз уже поставлен, мы в первую очередь делаем акцент на препаратах. Если говорить о лечении неврологических заболеваний, здесь эффективны, более эффективны консервативные методы? Или есть какие-то современные способы лечения, которые более эффективно борются с различными расстройствами, различными заболеваниями хроническими? В основном используется консервативная терапия. Хирургические методы крайне редко используются. Ну, допустим, если это опухоль головного мозга, ее удаляют. Если она является причиной головных болей, других симптомов. Да, консервативная терапия. В мигрении необходимо лечить самостоятельно как-то, принимать те же обезболивающие препараты? И вообще, насколько эффективно самолечение в данном случае? И к какому специалисту обратиться для того, чтобы поставить диагноз мигрень и найти правильное лечение? Ну, бесконтрольный прием лекарств, как мы с вами говорили, могут приводить к отдельному заболеванию. Это лекарственно-индуцированная головная боль. Поэтому, естественно, при мигрении нужно обращаться к врачу. Мы действуем в двух направлениях. Первое направление – это купирование уже приступа головной боли. И второй подход – это предупреждение и уменьшение частоты головных болей, приступов мигрени. Какая может быть профилактика? У пациентов с мигрени часто бывают триггеры, то есть провоцирующие факторы, приводящие к приступу головной боли. Это могут быть продукты питания. Цитрусовые, шоколад, кофе, чай могут провоцировать приступ головной боли. Алкоголь, курение тоже является фактором, триггером. Также недосып, тревожность, какие-то стресс-ситуации тоже могут вызвать приступ мигрени. То есть можно ли сказать о том, что даже какие-то продукты могут вызывать головные боли? С чем это связано? Почему так? Механизм не установлен окончательно. Вообще раньше считалось, что мигрень – это сосудистые заболевания, что из-за спазма сосуда возникает головогружение. Сейчас есть такая версия, что причина приступа в мигрени связана с изменением активности нервных клеток в троничном нерве. Что это значит? Что определенные вкусы, запахи могут вызвать головные боли? Провоцировать, да. Является провоцирующим фактором. То есть говорит ли это о том, что человек, например, у которого головные боли из-за фруктов, должен отказаться полностью от фруктов? Ну, например, если он любит те же цитрусы. Да, естественно. Придется отказаться. Или ограничить их прием. То есть нельзя пройти какой-то курс лечения и сделать так, чтобы голова просто не болела от апельсинов, например? Есть профилактические методы лечения. Ну, когда у пациента мигрень, сильная головная боль, он не будет делать то, что провоцирует этот приступ. То есть он не будет курить, он не будет управлять алкоголь, он не будет есть какие-то продукты. Существуют специальные препараты, которые снижают частоту головной боли. Приступы в мигрени. Это специальные таблетки, которые пьются ежедневно. Кстати, для купирования, унишения частоты приступов головной боли используется и ботокс, ботулинотерапия. И появились новые препараты, моноколональные антитела. У нас два препарата зарегистрированы в нашей стране. Они вводятся подкожно, и они также уменьшают частоту приступов головной боли. Вот о ботулинотерапии, кстати, я уже слышала ранее, мы даже обсуждали в эфире нашей программы, почему эффективна ботулинотерапия, то есть парализовать какие-то мышцы на лице. Как это сказывается? На сосудах, на вообще работе головного мозга в целом? Расслабляются мышцы. Тут больше эффект от расслабления мышцы. То есть можно ли сказать, что головная боль – это не всегда сосуды, что это и мышечная боль? Да, конечно. Болят мышцы, болят оболочки головного мозга, болят пазухи, болит череп, но не сам мозг. Как мы знаем, сам мозг не имеет болевых рецепторов. То есть даже операции некоторые проводятся в сознании, операции на головном мозге проводятся в сознании. Человек при этом общается с врачом, с нейрохирургом во время операции. А в каких случаях эффективна эта самая ботулинотерапия? Когда у пациента хроническая мигрень? Если мигрень один раз в месяц, один раз в полгода, можно просто купировать приступ, избегать вот этих трегеров, провоцирующих факторов, и при этом ботулинотерапия не нужна. Но если боли хронические, они влияют на качество жизни, повторяются больше четырех раз в месяц, конечно, это рекомендация провести ботулинотерапию, либо использовать в инъекционной форме моноклональных антител. Но это, я так понимаю, не панацея, да? Это лечение, которое надо проводить периодически. Да. Мигрень – это хроническое заболевание, но с возрастом частота приступа уменьшается после 50 лет. Она может вообще исчезнуть и не беспокоить спонтанно, спонтанный регресс. Есть взаимосвязь с неврологическими заболеваниями и ухудшением памяти? Да, конечно. Многие неврологические заболевания влияют на память. Это, как мы с вами обсудили, может быть и рассеянный склероз, и болезнь Паркинсона. Прием каких-то препаратов тоже может влиять на ухудшение памяти. Травмы головы, те же тревожные расстройства ухудшают память. Есть депрессия, то есть заболевания, спектр заболеваний велик. То есть это могут быть неврологические заболевания, и психические заболевания, и также заболевания внутренних органов. Часто сталкиваюсь с таким понятием, как метеозависимость, сосудистая дистония, когда люди реагируют на температуру, на жар, на холод. Есть ли такое заболевание, как сосудистая дистония, потому что довольно расхожее мнение по этому поводу. И действительно ли люди могут быть метеозависимы, и время года, изменение погоды, и те же самые магнитные бури могут влиять на состояние головы, здоровья, самочувствия? Конечно, есть такое понятие, как метеозависимость, и давление может подниматься у пациентов, и на частоту головной боли это может влиять. В настоящее время диагноз векитососудистая дистония не используется. Ее считают диагнозом помойкой, то есть какие-то симптомы, когда не могут поставить диагноз, все сваливают в векитососудистую дистонию. То есть нет понятия расширения, сужения сосудов, которые влияют на разные симптомы, на ухудшение памяти, головные боли, головокружение. То есть если есть такие симптомы, надо искать причину, а не выставлять этот диагноз самому себе. Какие могут быть заболевания, которые маскируют подсосудистую дистонию? Их очень много, начиная с заболеваний сердца, неврологических заболеваний, даже анемия может проявляться такими симптомами. То есть их очень много. Наша передача подходит к концу. Какие пожелания, какие напутствия вы бы хотели дать нашим телезрителям? Я хотела пожелать вам крепкого здоровья, берегите себя, берегите своих близких и успехов вам во всем. Спасибо, что согласились принять участие в нашей программе. Спасибо вам, что пригласили. Я надеюсь, мы с вами еще встретимся и обсудим еще какие-нибудь неврологические заболевания. Очень приятно. А на этом я с вами прощаюсь, дорогие телезрители. Всего вам доброго, берегите себя и своих близких, и пусть болезни обходят вас стороной. Субтитры подогнал «Симон»